Придется искать все решения. Нарисую нашу табличку, будем искать. Я уверен, что решение одно, потому что условий уж слишком много на эту самую табличку наложено. Так, ребята, давайте быстро восстановим, что у нас здесь есть. А1, А2, как было, да? А3, А4, дальше было В3, С4, Д2. Здесь 3, здесь 2, здесь 4. Значит, здесь цифра это обязательно 1. А если здесь 1, здесь 2, здесь 3, здесь цифра обязательно 4. Здесь 1, 4, 3, значит, здесь обязательно 2. Значит, здесь обязательно цифра 1, так? Так, чуть-чуть осталось. Здесь два, здесь три, там где-то в правом. Вот здесь я точно знаю, что один. В правом. Здесь у них двадцать. А по левому там должно быть один. Четыре. А здесь вот четыре. Здесь три. А здесь вот четыре. Здесь два. Заметьте, мы полностью разобрались с тем, как стоят цифры. Теперь давайте попытаемся разобраться дальше. Например, с буквами. Вот там, где два, где можно определить. Там, где два. Это не С, это не А. Вот дальше. С, С, С. Да, может быть, и Д. Это БММ. То ли Д, то ли Д. Я сейчас не пытаюсь как-нибудь догадаться до еще какого-нибудь решения. Я сейчас пытаюсь узнать, правда ли, что квадрат четыре на четыре единственный. Для этого я сейчас не имею права просто так вот, так сказать, догадываться, писать что-то. Кто может в какую-то клетку сказать, что там написано? Да, вы можете? А, смотри, у меня есть такая идея. Вот изначально можно ли выставить две? Мне не нужны идеи. Мне нужен сейчас шажочек в решении задачи. Я уже объяснил. Мы сейчас не занимаемся конструированием. Мы сейчас занимаемся анализом этой картинки. Левый столбик? Нет, во-первых, вообще-то есть рапортная нотация. Принято обозначать вот это вот А, Б, С, Д, а вот это вот принято называть один, два, три, четыре. А, А, Т, и это С4. Почему? Почему здесь С? Потому что С4 было. С4 было, как раз С здесь не может быть. Вот именно С здесь быть не может. А не может. А вот мы не знаем. Да, прошу. Еще раз. Вы считаете, что вы знаете вот здесь, что написано? Да. Молодец. Выходи быстрее. Давайте я поставлю сюда украсительный знак, и он сейчас объяснит, что тут обязательно написано. У нас есть D2. Его нигде в строчках нет. Соответственно, D4. Нет. Вы не про это говорите? D1. Почему? Потому что вот тут вот, тут уже есть. Вы же с места сказали правильно. Вспоминайте. Вот давайте смотрим. Вот у нас есть столбец. А, Б, значит здесь какие буквы стоят? Или C4D1, или D4C. А C4 не может. А C4 уже выложил. Значит здесь что? D4. Спасибо, что они здесь. Господа, вообще-то мы заполнили целых две клетки. Прошу. Клетка C1 будет B2, потому что в строке у нас есть A и B, а D так не может быть, потому что D2 у нас будет. D2 у нас уже есть, поэтому здесь не может быть D, значит здесь B. А значит из-за этой строки автоматически здесь что? D. Отлично. D2, D3, D4 у нас уже есть, значит. Да, молодцы. Значит D2, D3, D4 есть, значит. Да, значит C1, это B. Значит здесь D1, и куда не денешься? А, потому что можно сказать. Да, вы говорите. А3 там будет B, потому что D, C и A уже есть. Отлично. C4 писать нельзя, потому что оно есть. D у нас здесь есть, A у нас здесь есть. Значит A, D, C нельзя, значит здесь B. А, B, значит здесь C. У нас всего две цифры осталось. Так, ну вот давайте. Значит A, B, D, значит здесь C. C, C, A, D, C, значит здесь B. Идентично. Мы ошиблись, где-то? Нет, мы же сам. Да, именно. Только там это была просто фантазия, потому что один из вас умный человек быстро сообразил и поставил. А здесь мы доказали, что это одна единственная таблица. Отлично. Ребята, теперь нет. Я именно поэтому просил вас внимательно слушать. Потому что, повторяю, большинство из вас даже не поняли, что сейчас произошло. Есть огромная разница между подбором и перебором. Казалось бы, похожие слова. В обоих случаях корень брать, да, берем. Но смотрите, что такое подбор? Это когда вы как-то придумываете, как-то конструируете пример. А что такое перебор? Когда вы не пропускаете ни один вариант. Мы заполнили диагональ. Почему мы заполнили? Потому что при помощи перестановки строк и столбцов буквы А можно расположить так, чтобы они были в диагонали. И можно тоже при помощи перестановки строк и столбцов считать, что он идет именно так. После этого мы сказали, что с точностью до буквы В везде поменять на С и С на В. Можно считать, что вот дальше идет так. И после этого мы поняли, что таблица фактически единственная. То есть с точностью до переобозначения букв, с точностью до переобозначения цифр и с точностью до перестановки строк и столбцов таблица на самом деле единственная. Продолжение следует...